Дню рыбака сегодня посвящен наш эфир. Праздник официально отмечается с 1980 года. Вот он старше, чем мы с тобой. Мне кажется, своим профессиональным праздником этот день считает почти каждый, кто хоть когда-нибудь в руки брал удочку и даже не ловил, просто держал ее. А где можно рыбачить и каких рыб можно выловить в Южноуральских озерах? Именно об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Точно. Сегодня в нашей студии начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Челябинской области Андрей Зайцев. Андрей Геннадьевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как выбрать водоем, где надо ловить рыбу? Есть ли какие-то закрытые водоемы, куда вообще нельзя рыбакам ездить? Ну, хотелось бы, коль такой случай, всех поздравить с наступившим праздником, пожелать всем ни рыбы, ни чешуи. Ой, а вы вообще рыбаками? Однозначно. Да? Тогда и мы вас тоже поздравляем. Спасибо. Ну и сегодня день рождения. У вас сегодня день рождения? А я родился в день рыбака. Боже мой, в прямом эфире поздравляем вас с днем рождения. У нас даже подарок есть. Как бы, спасибо. Дело в том, что многие водоемы разделены по пользованию. Есть для организации спортивное любительское рыболовство водоемы, есть товарные рыбоводные участки. А в основном у нас вся рыбалка свободна и бесплатна на всех озерах Челябинской области. Так, а есть ли это, мы говорим, например, про озера такие, как Тургаяк, да, самые известные? Да, озеро Тургаяк, озеро Увельды. У нас более 40 участков, которые особо охраняемые. Там на определенных водоемах, вот именно на ОПТ, которые есть, любой рыбак может посмотреть на сайте ОПТ. Рыбалка свободна и без каких-либо ограничений. Единственное ограничение – это сети. Сети, острога, электроудочка и так далее. То есть только на удочку можно спрашивать? Конечно, конечно. То есть за лесковую сеть – это уголовная ответственность. Ну, то есть это почему все делается, чтобы вот удочкой ты наловил и нормально? Вот большой улов. Ну, конечно, да это на любом водоеме. У нас же гидрологические памятники природы, никакие. У нас биологических и их теологических нет памятников природы. А вот еще вопрос тоже. Если ты рыбу словил, надо ли ее на исследование в лабораторию отправлять или нет? Или если разрешено уже здесь ловить рыбу, значит все в порядке с ней. И можно не переживать. Вот те пользователи, которые выращивают рыбу на рыбоводных участках, у них есть у каждого водоема паспорт водоема. И постоянно ветеринария контролирует наличие всех болячек, которые рыба болеет. А рыба болеет более двухсот болезней. Ну и как рыбак, скажите, пожалуйста, кого чаще всего вы ловите? Ну, каждый рыбак выбирает под себя, что ему нравится. Весенний период это в основном идет карась, идет щука. Зимний период это сигарипус. Ну, тоже и окушок, и платвичка, все идет. Слушайте, немножко вернусь. Прежде мы сказали о том, что можно ловить удочкой, нельзя ловить сетями электроудочкой. Это распространяется на все водоемы, абсолютно на все водоемы. То есть, есть перечень правил, на что можно ловить, на что нельзя. Конечно, это правила рыболовства по западно-сибирскому округу. Самое обидное, что их даже нет в рыбацких магазинах. И не совсем все рыбаки читают эти правила. А где можно взять? В интернете? Сегодня интернет это довольно-таки распространенное самое. Мои телефоны всегда есть. И рыбаки очень много. Рыбаков звонит и спрашивает, где, что, как, почему. Единственное, у нас запрещена рыбалка на форель, на подкаменщик обыкновенного, на хариуса. Вот на хариусы это больная тема. А где они водятся? Это реки. Реки в основном горно-заводской зоны, где любителей по хариусу очень много. В основном Екатеринбург. Но на них рыбалка запрещена. Какая ответственность подразумевается? Уголовная. А уголовная ответственность? Конечно, в зависимости от улова, в зависимости от всего. Оказывается, все серьезно. Не так просто быть рыбаком-то. Все-таки. То есть, если ты не знаешь, что это хариус. Ну, такого быть не может, чтобы рыбак и не было. Рыбак знает, что это хариус. Конечно, конечно. Ну что, спасибо большое за такие открытые. И еще раз поздравляем ровно как с Днем Рыбака, так и с Днем Рождения. Спасибо. Итак, друзья, мы благодарим в студии нашего гостя. Секретами удачного и самого главного законной рыбалки с нами поделился начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Челябинской области Андрей Зайцев. Продолжение следует...